Доброе-доброе утро! Это мой первый диетический ппшный футбук. Ура! И сегодня я его начну, естественно, буду выпивать до завтрака вот такой огромный стакан воды. Здесь 400 мл. И пока он будет у меня наполнять желудок, я буду готовить завтрак. Сегодня это будет прям делишеско вкусно. Это будет овсяно-блин с сыром и помидоркой. Для этого нам понадобится овсянка, 2 столовые ложки помидор, сыр, яйцо, а молока еще столовая ложечка. Жарить я буду на кокосовом масле. Сейчас мы будем измельчать 2 столовые ложки овсянки. Я это делаю в кофемолке. Вот до такого состояния я измельчила овсянку практически в муку. И теперь сюда я добавляю столовую ложку молока и 2 яйца. Яйца у меня оказались какие-то супер огромные. Я добавила 1 яйцо и 1,5 столовые ложки молока. Да, у меня получилась вот такая консистенция. Она меня полностью устраивает. И теперь мы ставим раскаляться на средний огонь сковородку и смазываем ее буквально капелькой масла. Вашего любимого я буду использовать вот такое кокосовое. Сковородка у меня довольно маленькая, она где-то 18 см. Поэтому я буду жарить 2 блинчика, один на завтрак, а один, скорее всего, ставлю на перекус. Или сделаю сладкую начинку, и она у меня будет к обеду, чтобы попить чай. В чем прелесть и вся на блина, это универсальная штука, которая может быть как сладкой, так и соленой, обычной, классической, с мясом, с рыбой и хоть с чем. Я сегодня мисс не постоянство, все-таки я пожарила, ну и жарю в процессе один блинчик. Смотрите, я вылила на сковородку. Теперь мне нужно, чтобы нижняя часть схватилась корочкой. Далее его можно либо перевернуть и прожарить с другой стороны, либо накрыть крышкой и дать ему дойти в таком состоянии. Я люблю обжаривать с двух сторон. Пока блинчик готовится, я подготовила начинку. Здесь у меня 20 грамм твердого сыра и 2 колечка помидора. Вот до такого состояния я дожарила блинчик. Смотрите, он уже такой довольно твердый сверху. И теперь я просто подземлю его лопаткой и переверну. Все очень просто. Далее я не убираю блинчик с огня. После того, как он обжарился, я просто на одну половинку выкладываю начинку и оставляю ее хорошенечко прогреться. В моем случае мне нужно, чтобы расплавился сыр. Выкладываю его сверху на томаты. Забавляю на самый низкий огонь. И буду таким образом плавить себе сыр. Что-то типа кисадили с сыром и томатами получается. Очень вкусно. Чтобы процесс шел побыстрее, я накрыла второй половинкой блинчика. И подожду, пока сырочек расплавится. Тем временем я сделаю себе чай. Обязательно добавляйте свои любимые специи, потому что аромат просто бешеный. И так, как вы видите, сыр у меня уже практически везде подплавился. И можно доставать мой овсяный блинчик. Вот такая красота и вкуснота у меня получилась. Смотрите, сыр у меня тут расплавился. Помидорка немножко так протомилась. Очень вкусный аромат от самого блинчика. Обязательно добавляйте ваши любимые приправы. Эта порция мне на одного человека. Я буду запивать вот таким вкуснейшим чаем от Гринфилд. Это у нас клюква с ванилью. И пока я буду завтракать, я посчитаю вам калораж. Если интересно, именно на эту порцию. И скажу, чтобы было понятнее. Приятного аппетита! Итак, у меня обед моего первого ПП дня. У нас остались макароны из твердых сортов. Но у меня я не успела приготовить с ним гарнир, потому что печенку, которую я купила вчера в Магните, в общем, она оказалась протухшая. Она дико воняет. Я сегодня пойду возвращать ее в магазин. А вместо печенки я добавлю сюда вот такую консерву. Покупала ее в светофоре. Много раз говорила, что покажусь. Сейчас, секунду, открою ее. Вот, видите, как выглядит тушенка. Здесь просто один сплошной кусок мяса. И я сейчас его прям так добавлю в макароны. И просто прогрею их на плите и перемешаю. Все, я вывалила тушенку. И теперь по мере прогревания макарошек я это все дело перемешаю. И будет очень сочно, вкусно, главное, быстро. Вот такой вкуснейший обед у нас получается. Это макароны из твердых сортов пшеницы с говядиной. Тушенкой сверху я посыпала зеленым лучком. У мужа такая порция плюс хлеб. Без хлеба он не ест вообще никогда. И салат. Здесь у нас помидор, огурчик, красный болгарский перец. Тоже немного лучка. Также я добавила свою любимую приправу и соль. Приятного аппетита! Всем большой привет! Спасибо, что зашли на мой канал. И сегодня я решила разбавить мой ПП-футбук влогом. Я хочу посадить зелень. Раз уж начала правильно питаться, для этого я купила все необходимое. У меня два вида семян. Одни из фикс-прайса, другие из специального магазина Агрессимфронт. И хочу с вами вместе посадить зелень, которую буду выращивать на подоконнике. Давайте сейчас вам все покажу. Итак, вот такие семена я выбрала. Вот этот вот наборчик у нас из магазина Светофор. Здесь четыре вида зелени, базилик и два вида петрушки. Стоил этот набор 17 рублей. Как раз до сезона дачного я хочу его проверить в домашних условиях. Также я буду выращивать семьян, дальше у меня здесь кориандр, майоран. Хочу попробовать шпинат вырастить, классический обычный полукочанный салат и вот такой крес-салат. Для этого я себе в карусели купила вот такие парнички. Они с крышкой, сейчас распакую. Здесь два отсека по шесть штук и один вот такой маленький, это для салатика, для крес-салатика. Вот этот стоил 32 рубля, вот этот 43 рубля. Также я купила себе землю для рассады универсальную. Буду все это выкладывать ложкой и поливать тоже. Будет мне удобнее вот так вот ложечкой. Итак, давайте потихонечку начнем. Вот так это все дело выглядит. Вот отдельно у них идут прозрачные крышечки. И сейчас я заполню все ячейки землей. Я заполнила все ячейки землей и теперь где-то по 2-3 столовые ложки полью каждую. Итак, я уже все полила и посеяла. Выбрала 4 вида зелени. Это шпинат, никогда раньше не выращивала. Петрушка, майоран и крес-салат. Ему уделила больше внимания, так как он мне пока что интереснее всего. Сейчас я аккуратненько присыплю сверху землей и поставлю в парничок. Накрою вот этими вот крышечками. На подоконник в теплое место. Ну, соответственно, на солнечную сторону я имела в виду. А еще я убила свое женское счастье. Я про него забыла. Убрала наверх и забыла. Но оно хочет жить. Есть вот такой вот этот росточек. Я хочу сейчас его аккуратненько пересадить и дать ему новую жизнь. Вот так я пересадила свое женское счастье. И также у меня остались 5 ячеек. Я хочу попробовать посадить на рассаду вот такую сладкую земляничку. Ее как раз можно сажать в это время. Марта премьер, сейчас середина марта. Я думаю, самое время. Посмотрим, получится или нет. На перекус я буду кушать вот такой вот йогурт Эпика с ананасом. Итак, себе на ужин я хочу сегодня приготовить ПП-салат, но довольно сытный. Он будет с крупой, креветками и овощами. Крупу я использую булгур. Это что-то между рисом и макаронами по вкусу. Очень вкусная и сытная приправа. Ой, почему-то называю все время приправами. Крупа варится быстро. Я отварю 3 пакетика. Один использую себе в салат, один на завтра, на обед себе и мужу. Какое еще мясо приготовить я не придумала. Скорее всего, это будет грудка. И также почищу креветки. Они у меня уже отваренные. Здесь где-то грамм 150. Я их взвешу в чистом виде потом еще. Итак, я приготовила себе салат. Здесь у меня половина порции от ужина. Креветки, булгур с маслом и специями универсальными. Плюс огурец и томат мелко нарезанный.